Всем привет! Меня зовут Женя. Я увлекаюсь рисованием. Меня зовут Ассиация. Я увлекаюсь пением. Всем привет! Я Замат. Я люблю играть на гитаре в молодежные песни. Я люблю читать растения и цветочки. Меня зовут Маша. Некоторые меня зовут Мариша. И я люблю заниматься волейболом. всем привет я люблю заниматься спортом и играть на гитаре а я мур один узнаем для кого вода это что-то действительно важное кто ее просто льет я бы даже сказал сливает парни вы готовы всегда готовы но у нас всего 9 вопросов и эти 9 вопросов определяют нашего победителя и что начнем какое количество воды тратит среднестатистический человек в месяц при чистке зубов с открытым краном и вот совсем надо примерно постараться угадать вычислить и понять литров 200 месяц ага но это частная версия если у вас есть более серьезная версия нужно нажать на кнопочку напоминаю ну а я все же предложу вам варианты ответа внимание 150 литров 500 полторы тысячи либо 2100 и так азамат был перевезом от ваша версия 500 литров в месяц вы считаете почему вы так считаете ответ неверный к сожалению право ответа переходит к мурадину нажимай ладно нажимай да вот сними стресс и боязнь кноп и так версия мурадина в 1500 литров почему вы так считаете просто мне так правильно абсолютно верно это правильный ответ 1500 литров друзья все рассчитывается очень просто среднем при нормальном напоре воды стандартный кран размером 15 миллиметров открытый на полную выпускает 0 2 литра в секунду то есть 12 литров в минуту всего за две минуты утром и две минуты вечером канализацию утекает около 50 литров воды получается что за месяц только при чистке зубов мы бездумно тратим до 1500 литров ценнейшего ресурса аплодисменты парням браво счет открывает команда оранжевых 01 в их пользу что меняем игроков какое открытие сейчас называется эффект пембе вдруг вы знаете ладно шутка 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 и вот собственно какие варианты я вам готов предложить добыча питьевой воды из воздуха процесс обратного осмоса термодинамическая аномалия воды испарение воды в темноте карина испарение воды в темноте вы боитесь темноты нет версия ошибочное испарение воды в темноте не имеет отношения к товарищу эра 100 пембо вариант в термодинамическую аномалию воды термодинамическая аномалия воды абсолютно верно рассказываю как это случилось очень интересное явление было зафиксировано с водой в средней школе города магамбы цар в 1963 году простой школьник эрастом бембо обнаружил явление объяснение которому нет до сих пор он заметил что горячая молочная смесь морозильники замерзает быстрее чем холодная эксперимент повторился и с водой именно поэтому катки зимой заливают горячей водой а еще получается на морозе вот такой интересный эффект назовите самую затратную покупку с точки зрения потребления водных ресурсов но тут естественно нужно предложить варианты иначе вопрос не сложится пачка бумаги гамбургер сет роллов с огурцом джинсовые брюки по моему мария была первее ваше право ответ а пачка бумаги почему вы считаете так дерево нужно переработать его нужно обмекать целлюлоза всякое такое да вы имеете ввиду один из этих вариантов в плане затрат вотного ресурса доминирует просто с нереальным отрыва право хода переходит к сиат нажимайте на кнопку выбирайте вариант ответа из оставшихся вы считаете g джинсовые брюки почему шестое чувство у нас в общем интуиция то наше все да я так понял хорошо девочки присаживайтесь у нас смена игрока счет 1 2 в пользу команды оранжевых для производства пачки офисной бумаги и свежих волокон требуется всего около 130 литров воды а вот на один гамбургер тратится около двух с половиной тысяч литров вода пойдет не только на матью овощей а понадобится для выращивания пшеницы и мясного скота производство одного килограмма риса проливным методом требует суммарно до 5000 литров воды полный цикл производства джинсовых брюк от выращивания хлопка на полях до финальной покраски является самым затратным поводным ресурсом расходуется до 8000 литров воды назовите вводные объекты карачаево-черкесской республики предлагаемом порядке самая полноводная река самая чистая река самая рукотворная река в кавычках приходится нам изучать варианты и так предлагайте кто первый нажмет тот вероятно ответить правильно 1 2 3 кто смелей большой ставропольский канал это к первому относится река кубани это относится к самая чистая река и река у мурджу это к третьим 1 мимо урадин ну как так то право ответа переходит к азамату азамат не подведи самая полноводная река это река кубань самая чистая река это река улуму руджу а самая рукотворная река это большинство и это правильно друзья на самом деле аплодисменты азамату и молодцы парни меняемся река улуму руджу считается одной из самых чистейших рек в европе и вот берут свое начало в ледниках недоступных человеку проходя через серебряные залежи вода дополнительно очищается и становится как говорят целебной на склоне величавого эльбруса на высоте 1340 метров берет свое начало река кубань самая большая и полноводная река северного кавказа большой ставропольский канал ирригационное гидросооружение используемая для водоснабжения ставропольского края и генерации электроэнергии какие достижения науки и техники помогли израилю выйти из водного кризиса по различным кинокартинам документалками сериала можно сложить какой-то визуальный образ ты страны и государства я думаю сразу можно предложить вам варианты ответа капельный полив растений строительство опреснительных установок повторное использование сточных вод и соответственно г ваш вариант ответа прошу же вариант строительство опреснительных установок интересная версия но она не является ошибочной но и абсолютно правильной тоже не является поэтому вопрос остается открытым пожалуйста карина повторно используем сточных вод хорошо мы их очистили куда мы их направляем? В поливки растений. Хорошо, хорошая версия. А, ну неправильная. Давайте я отвечу. Вариант А. Капельный полив растений. То есть тут, получается, экономия нам помогает выйти из кризиса? Получается так. Я все еще не удовлетворен вашими ответами. Девочки, включайте смекалку. Здесь надо быть чуть поувереннее. Они когда зубы чистили, они не выливали воду. Нам важен и капельный полив растений. Все, у меня есть ответ. А вот все вот эти варианты, это все помогло выйти из кризиса? Правильно! Воду в Израиле действительно называют жидким золотом. И именно умное водопользование превратило пустыню в цветущий сад. При капельном поливе полезные вещества доставляются прямиком к корню растения, что повышает эффективность такого полива. Израиль очищает больше 86% сточных вод, направляя ее на технические нужды и на полив. Более 60% воды в Израиле – опресненная морская вода и вода из соленых озер. Какой вклад в мировую экологию внесли желтые уточки для ванной? Свой вариант ответа же можно, да? Да, пожалуйста. Была такая акция, я читала, что все в мире собрали в одно место резиновых уточек и также их переработали. Просто переработка. Да. Версия очень интересная, но, к сожалению, конкретно в этой ситуации ответ неверный. У право хода переходит уже кося. Вариант А. Помогли сэкономить воду. Помогли бороться с лягушками в прудах. Помогли рыбакам-спеннингистам. А. Помогли ученым-океанологам. Г. Помогли ученым-океанологам. Почему вы так считаете? Шестое чувство. Г. Абсолютно верно. Помогли ученым-океанологам. Аплодисменты, пожалуйста, Сиат. Речь идет о происшествии 1992 года, когда из-за шторма за борт сухогруза упал контейнер с 30 тысячами резиновыми игрушками для ванной. Фотографиями с приплывшими из океана резиновыми уточками начали делиться очевидцы с разных частей планеты. Это позволило определить путь мусора, а также места наибольшего загрязнения. Используя эти данные, ученые заодно составили подробную карту океанских течений. Мы с вами поговорим о городах. И городах, которые, вероятно, казалось бы, совсем не перекликаются. Но что общего у городов Рио-де-Жанейро и Усть-Джегута? Бенефис Усть-Джегуты. Ну и так, Азамат был первым. Пожалуйста. Вы считаете, что дефисы, правильно? Ответ неверный. Очень хорошие места. А в чем они хорошие? Все доступно, можно сказать. Вы бывали в Рио-де-Жанейро? Нет, сухи ходили. Внимание, варианты ответа. А. Имя мэра. Б. Способ очистки источных вод. В. Схожие названия. Г. Географическая широта. Прошу, Азамат. Способ очистки источных вод. В миллионном Рио-де-Жанейро, где-то в Бразилии, и в 32-тысячной Усть-Джегуте, где-то в Карачаево-Черкесии, способ очистки источных вод максимально идентичен. Я так считаю. Это очень хорошее мнение, но, к сожалению, оно ошибочное. Необходимо, я вам сделаю подсказку, перевести Рио-де-Жанейро и перевести Усть-Джегута. Схожие названия. А почему все же схожие названия? Кто первый догадается, того и бал. Ваши дорогие, наши. Можно? В Джанейро переводится с итальянского как... Итальянского? Джанейро это река, ну, Устья как реки, и Джегута это тоже было Устья реки. Просто потому что вы все же дожали момент. Наглость, но надо быть поувереннее, говорил бал синим аплодисментом. Своим поэтическим названием город Рио-де-Жанейро обязан ошибке португальских мореплавателей, открывших 1 января 1502 года залив Гуантабора. Путешественники приняли его за Устья реки и дали его название Рио-де-Жанейро, что в переводе означало Январская река, где Рио это река. Город Усть-Джугута основан в 1861 году казаками-переселенцами с Кубани, как станица Усть-Джугутинская. Название дано по расположению устье реки Джугута, Джигуте из Карачаевского, речка с липами, где Джоге Липа, Тель-Чей, Река. Города названы в честь рек, на которых они стоят. В Питерском водоканале на ответственной должности работают несколько животных. Кто это могут быть? Морские мидии, вариант Б, речные раки, вариант В, домашние кошки, вариант Г, золотые рыбки. Я считаю вариант В, Женя, домашние кошки. Вариант В, домашние кошки. Вы любите кошек? Я очень их люблю, поэтому они... А кошки воду любят? Ну, я так очень любят. Это ошибочно. Жаль. Карина, ваша версия, прошу кнопку. Речные раки. Ну, вы чуть-чуть постарайтесь обосновать, как это делает Женя? Потому что они вкусные. А, вкусовые качества. Ну, мидии тоже как бы вкусные. Я, конечно, кошек с золотыми рыбками наел, и надеюсь, не придется. Карина, это правильный ответ. За качеством воды в Петербурге уже больше 10 лет следят раки-контролеры. На водоканале утверждают, что раки работают эффективнее и быстрее любых химических анализов. После прохождения всех ступеней очистки вода попадает в аквариум с раками. Всем известно, что раки невероятные чистюли и резко реагируют на изменения состава воды. К их спинам прикреплены датчики сердцебиения. Как только состав воды меняется, раки начинают волноваться, пульс растет, и персонал получает сигнал тревоги. Исчезновение Аральского моря считают крупнейшей экологической катастрофой 20 века. Что, по вашему мнению, стало главной причиной трагедии? Есть сейчас версии? Ну, давайте попробуем на скорость. Один человек у нас очень уверен в себе, у другого шестое чувство, как она сама говорит. Вариант А. Изменение направления тока рек. Б. Глобальное потепление. В. Деятельность человека. И. Г. Влияние неземных цивилизаций. Я считаю, что В. Деятельность человека. Почему вы так считаете? Аральское море могло загрязниться мусором, может быть, или высохнуть как-нибудь. Выкипело. Оно используется для полива мелиораций и орошения. А что именно, какие культуры поливались этой водой? Скорее всего, кукурузу, пшеницу и... Версия Маши. Вот так как Аральское море находится в более таких местах, там, ну, хлопок, скорее всего... Хлопок и рис в деятельности человека заняли настолько важное место в 20 веке, что целое море осталось без воды. В 1930-е годы началось масштабное строительство оросительных каналов Средней Азии, которое особенно ускорилось в начале 60-х годов. С этого времени море стало стремительно мелеть из-за того, что вода рек Сырдарья и Амурдарья, впадавших в него, во все возрастающих и неконтролируемых объемах отводилось на рожение рисовых и хлопковых полей. В 2000 году Араль прекратил свое существование. Он распался на два водоема, несоизмеримых с морем по размерам. Объявляю победителями команду «Синих». Браво! Да, мы вас чуть-чуть помучали, ребят, но вы молодцы, вы отстояли эту проверку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!